Познакомиться, пообщаться и обсудить наболевшие проблемы бизнеса. С этой целью Акимобласти Жансей Тюмиваев собрал предпринимателей Юга в одном зале. На встречу пришли около 150 бизнесменов. Руководитель предприятия Карл Скронов Алихан Ахметов поднял вопросы, которые волнуют многих. Самый высокий тариф на газ и на электроэнергии. Необходима, я думаю, региональная программа по энергетике. Здесь в этом зале есть предприниматели, наши, которые реализуют свои проекты. Вследствие высоких тарифов на электроэнергии и на газ, они реализуют свои проекты в других областях. Например, по Владарской, например, по Тюбинской. Говорили предприниматели и о создании казахско-турецкой индустриальной зоны. По их словам, там нужно решить вопрос с передачей земельных участков на долгосрочное пользование или в частную собственность. Просили участники встречи решить и таможенные вопросы. Вопрос таможенной очистки. Мы обращаемся в комитет по инвестициям для предоставления нулевых таможенных пошлин на оборудование. При этом таможенное законодательство рекламентирует нас 45 днями проведения таможенной очистки. Этого недостаточно и процедура в комитете по инвестициям занимает от двух до трех месяцев. И вот, я думаю, даже не пять, не десять предпринимателей, находящихся в этом зале, столкнулись с тем, что суд выносит решение о конфискации оборудования, которое на самом деле должно производить товары народного потребления. Не остались без внимания и кадровые вопросы. Представители Кентавского трансформаторного завода выступили с предложением. На обучение студентов выделяются немалые средства, но, к сожалению, мы, работодатели, теряем с ними связь после того, как они выпускаются. Давайте наладим систему так, чтобы каждый студент после окончания вуза знал, куда идти. Жаловались предприниматели на административные барьеры и проверки со стороны госорганов. Выслушив всех желающих, Аким области отметил, что Южно-Казахстанская область должна быть впереди по экономическим показателям. Также Ансей Тюмибаев предложил открыть центр, посвященный достижениям области. Там будет представлена продукция местных производителей. В наших планах дальнейшее выполнение поручения главы государства в индустриально-инновационном развитии региона. Всеобъемлющие и полной поддержки предпринимательства, нулевой терпимости к излишним бюрократическим процедурам и коррупционным проявлениям. Мы продолжим конструктивную работу на системной основе. Создадим совет предпринимателей при Акимате раз в месяц по очередности и специфики предпринимателей будем проводить встречи с представителями бизнес-сообщества. Учитывая поставленные цели в сфере предпринимательства, Акимобласти заявил, что необходимо подготовить и принять стратегический план развития региона. Только объединив усилия государства и бизнеса, можно достичь желаемого, уверен глава области.